А каких педагогов вы еще знаете? По танцам. Педагог по хореографии, так, еще. А здесь сколько нет? Многие из этих дошкалят уже знают, что ответить на вопрос, кем ты хочешь быть. В 231 детском саду внедряют программу ранней профориентации «Дорога в будущее». Про кого рассказывали? Про психолога. Ты хочешь быть психологом? Нет. А почему? Не знаю. Не знаешь, а кем хочешь быть? Пожарным. Психологом. О, психологом. А когда решила стать психологом? Только что? Вчера. Ветеринаром. Здорово. Животных любишь? Да. А какие животные больше всего нравятся? Кошки. Продюсером парка юрского периода. Стать продюсером парка юрского периода или президентом – отличное желание, считают воспитатели. Однако основная задача программы – знакомство детей с многообразием профессий. Упор, согласно государственной задаче, на рабочие специальности – врач, инженер, слесарь, учитель. В мир взрослых профессий погружают посредством игры разных творческих мероприятий, которые способны выявить у ребенка индивидуальные особенности и раскрыть творческий потенциал. Это идет красной нитью где-то. Это может быть и в игре в любой. Понимаете, идет сюжетно-ролевая игра. Пожалуйста, ввели в профессию пожарный. И так далее. То есть нет такого вот конкретно. Одно занятие раз в неделю мы посвящаем профессии. То есть если вы хотите донести до детей вот именно профессию, любовь к профессии, то есть невозможно это на одном занятии. Это должно быть комплексно. Но дошколята достаточно раскрепощены и способны воспринимать даже сложную информацию, подчеркивают специалисты. Даже пятилетний ребенок способен нам выдать такое, чего мы от него не ожидаем. Например? Например, мы рассказываем ему о какой-то одной профессии, а он может связать эту профессию уже с другим направлением. Например, мы рассказываем ему о работе педагога-психолога в образовательном учреждении, а он говорит о том, что психологи у нас работают и в полиции, и в МЧС, и в медицинских учреждениях. В этом месяце профориентационные занятия приурочили к октябрьским праздникам. Детей знакомят с педагогическими специальностями. То, что мы садим в детстве, знаете, как в землю вы посадили весной ростки, и какие-то там дадут всходы, какие-то не дадут. В детей также. Вы не бойтесь детям рассказывать о каких-то сложных профессиях и о чем-то, не знаю, о таком, что вам кажется сложным. Где-то у них когда-то это может срасти этот росток. Программу реализуют для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет. Воспитатели говорят, что родители дошколят не против таких занятий, наоборот, приветствуют. Но вот об ощутимых результатах программы можно будет судить через десяток лет, когда перед этими детьми уже всерьез встанет вопрос о выборе профессии. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.